Понятно, что это только первый этап. Работы на второй очереди магистрали идут полным ходом. Всем, кто сейчас ездит по Щерса от сети Мола до электроконтакта, перемены пока не слишком видны. Пока пробки там привычный пейзаж в час пик, но подождать осталось немного до 1 ноября. По крайней мере, эту дату называли застройщики и заказчики проекта, мэрия Белгорода. А насколько она верна? Спросим завтра. Ждем брифинга о сроках реконструкции Щерса и первых выводах. Все расскажем в наших выпусках. А сейчас у нас гость по теме дорожного строительства. Говорить будем? Нет, не о Щерса, а о множестве других магистралей, построенных и только запланированных, которые нужны жителям остальных территорий области. У нас в студии начальник управления автомобильных дорог общего пользования Сергей Евтушенко. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пандемия осложнила работу всем. А как она сказалась на работе вашей сферы? Сроки горели? Нет, сроки у нас не горели. Мы работали в плановом режиме. Но, естественно, что были предприняты нашими подрядчиками меры по предохранению сотрудников. И те мероприятия, которые были рекомендованы Роспотребнадзором, они, естественно, что выполнялись. Но это никаким образом не влияло ни на сроки, ни на время выполнения данных работ. Поэтому мы работали в плановом режиме, ни на один день мы не останавливались. Это прямо очень приятно слышать. Но вот назовите, по вашему мнению, топ, ну, например, 5 автомобильных дорог общего пользования, вот, в вашем понимании, по вашей версии, на сегодняшний день, которые удалось реализовать или вот реализуются до конца года? Ну, конечно, это капиталоемкие, в первую очередь, объекты. Это то, что мы уже выполнили. Это две развязки. Это развязка на пересечении улицы Сумского и Чечерина. Вот, это развязка на пересечении улицы Калинина и улицы Студенческая, естественно. Это самый большой объект в этом году. Это подъезд микрорайона Журавлики, Куратгубкин, который давно уже мы планировали строить. И только в этом году, благодаря федеральному финансированию, удалось его реализовывать. Конечно же, тогда упомянута улица Щерца, которая в перспективе будет, потому что там тоже такой значимый и необычный объект для нас, для белгородцев. И пятый объект – это соединение микрорайона молодежность с 11 микрорайоном в Белгороде. Это улица Молодежная, улица Бульварьюность. Самый, наверное, один из самых обсуждаемых. Ну, тем более, вот как раз недавно его открыли, и мы видим, какая-то большая, она во всех смыслах большая дорога, и подлиннее, и, скажем так, по высоте. Белгородцы очень сильно переживали, что такая крутая и очень высокая насыпь к полотну, она начнет со временем осыпаться. Удастся ли вам ее правильно и качественно укрепить? Все сделано качественно, согласно проектной документации. Никаких переживаний быть не должно, потому что все укрепительные работы, которые необходимо, выполнены. Сейчас мы завершаем водоотводные сооружения доделывать, поэтому переживать не на что. Но то, что высокая насыпь, там больше 23 метров высота, да, внешне это, конечно, очень такое необычное строение для Белгорода. Белгорода, но в нашей практике это было, и поэтому мы не переживаем за качество выполненных работ нашим подрядчикам. Тем более, подрядчик один из... Значит, и мы переживать тоже не будем. Но один из таких знаковых объектов, который был введен в этом году, тем более он был к юбилею победы в Великой Отечественной войне, это трасса к Прохоровке, она была к 12 июля завершена. Но завершена, насколько я понимаю, только в первой очереди трасса дошла до музея. А скажите, какова судьба ее дальше и до того места, где она выходит на трассу Губкин-Короче? На сегодняшний день продолжение данной дороги, которая находится между Прохоровкой и Скородным, и дальше Губкин-Старый Оскол, находится в проработке с федеральным собственником, будущим федеральным собственником Росавтодором, который при получении всех прав на данный участок будет планировать уширение данной дороги до четырех полос и ремонт дальнейшей дороги на Старый Оскол и на Каплин. Это сейчас идет в проработке, потому что это стояло как одно из условий сотрудничества с нашими федеральными коллегами. Это очень хорошо и очень приятно слышать нам, автомобилистам. Вы знаете, мы подготовили небольшой ролик о строительстве Краспрохоровской дороги. Давайте вместе посмотрим и в студию вернемся. Вот так выглядит почти готовая дорожная одежда. Но здесь есть один интересный нюанс. Например, вот это. С первых минут может показаться, что кто-то закатал в дорогу бабушкин ковер. Но на самом деле это специальный геотекстиль, который не позволяет щебню провалиться в песок. А вместе с щебнем и всей верхней части дороги. Сергей Викторович, ну вот мы с момента выхода этого сюжета, может быть несколько пренебрежительно, но всей студии так и называем. Вот этот дорожный текстиль бабушкиным ковром. Это в какой-то мере ноу-хау для нас, журналистов. Расскажите, какие еще ноу-хау вы используете, ну или планируете использовать в ближайшем будущем? Ну, в первую очередь, конечно, геотекстильные материалы, они применяются не только, как было показано в сюжете. Им укрепляют и откосы, о чем вот вы и вспоминали чуть ранее, это улица Молодежина и обход Валувик и другие наши объекты. То есть он очень активно применяется и очень помогает нам именно достичь тех показателей, которые нам необходимы, чтобы не переживать за проделанную работу. Это также применение сибирно-стомастичных сфальтобетонов с добавлением полимербитумных вяжущих, с добавлением специальных добавок для улучшения свойств сфальтобетонных смесей. Это применение светодиодного освещения, это применение различных материалов для укрепления оснований, грунтов, которые, ну грунты, соответственно, тоже не соответствуют требованиям. И сейчас есть различные материалы, которые позволяют их укрепить, тем самым продлить срок службы земляного полотна. Это точно так же и максимальное применение композитных материалов, это возможны перильные ограждения, это возможны опоры освещения, декоративные элементы делать. Ну и, конечно же, основное, наверное, подгородский стандарт – это благоустройство прилегающей территории. То бишь, когда рассматривается ремонт дороги, либо строительство, рассматривается не только в пределах полосы дороги, рассматривается и прилежащая территория. То бишь, необходимо наводить порядок и до домов, и до лесополосы, если там в данном случае она есть. То бишь, вот я больше бы назвал, наверное, это наведение порядка и приведение в порядок придорожной полосы за пределами полосы дороги. Целый такой инфраструктурный комплекс. Вы знаете, еще один масштабный проект, вы о нем как раз уже упомянули, это в Губкинском округе строительство объездной дороги к микрорайону Журавлики от трассы Короче-Губкин. Он уже подходит к концу, я вот совсем недавно там проезжал, и дорога уже внедряется в саму трассу, то есть там идет строительство развязки. Мы тоже следим за процессом, у нас есть небольшое архивное видео, давайте еще раз посмотрим. Давно уже этот проект у нас лежал готовый, мы просто из-за его стоимости не было возможности его реализовать, вот благодаря нацпроекту он реализуется. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Викторович, ну вот развязка с двумя путепроводами на Журавликах, это тот проект, реализацию которого безусловно ждали все губкинцы. И они, я уверен в этом, будут вам очень благодарны за то, что он наконец завершается, подходит к концу, и его реализация стала как раз возможной благодаря усиленным темпам работы по национальному проекту, когда область получила дополнительно еще миллиард рублей за, так скажем, хорошее исполнение планов национального проекта прошлого года. Расскажите, какие проекты за счет того, что вот мы сейчас уже достаточно неплохо, как у меня есть информация, срабатываем в этом году, есть перспективы исполнить следующим? На что, так скажем, ваши аппетиты нацелены? Ну, конечно же, это масштабные такие проекты, очень важные для соединения двух микрорайонов. Ну, к примеру приведу, это сейчас ведем проектирование, в следующем году, надеюсь, реализуется, это соединение микрорайон Новый с улицы Губкина. То есть, сделать второй выезд и заезд в микрорайон, который сегодня действующий, действующая дорога просто уже не справляется с тем количеством жителей, которые уже этот микрорайон заселили, и мы активно сейчас проект это делаем. Также ведем проектирование, реконструкцию участка от улицы Красноармейской, ну, так, нижняя часть Чорса в сторону микрорайона Юго-Запада на Новую Жизнь. С подъездом к строящимся футбольному манежу, то бишь, сделать ее более безопасной, более комфортной, ну, и, конечно, благоустроить, чтобы было это еще и красиво. Вот, также мы ведем проектирование очень важного объекта для Черлянки, это путепровод, дорога Черлянка-Красная через железную дорогу, то бишь, там очень активное железнодорожное движение, и автомобили становятся в пробке, потому что там сейчас пересечение в одном уровне, вот, и он очень будет важный для того района и в целом для транзита, который идет в сторону Красного. Вот, также у нас есть в планах, мы сейчас начинаем проектирование очень технически интересного и тоже важного объекта, это соединение объездной дороги с улицей Карачанской, то бишь, через Северский Донецк, через железнодорожные пути, чтобы сделать так называемый дублер Волчанской. Да, потому что там уже тоже, да. То есть, там очень сложно, да, и вот сейчас мы проработали уже трассу, и сейчас будем готовиться к контрактованию по проектированию, чтобы в ближайшие два года этот проект постараться реализовать, потому что нужно машины пытаться убирать. Сергей Викторович, ну, планы у вас амбициозные, мы очень надеемся, что им суждено будет сбыться, потому что, безусловно, от этого выиграют жители Белгорода и Белгородской области. Позвольте мне хоть и с опозданием, праздник был вчера, но, тем не менее, поздравить вам с праздником. Спасибо, что вы, дорожники, у нас есть, и, безусловно, за то, что Белгород продолжает держать вот эту вот высокую планку по дорожному строительству и состоянию автомобильных дорог среди других регионов России. Спасибо большое за поздравления, я тоже хочу поздравить всех дорожников с прошедшим праздником, мы активно друг друга поздравляли, ну, и главное, наверное, мы своей работой показываем свое отношение к делу, и надеюсь, что мы достойно будем нести честь дорожника. Спасибо. Гладких нам дорог благодаря вашим стараниям. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.